Пропагандисты российские несут прямую ответственность за то, что эта война готовилась. Когда я работала на российском канале, я тоже несла эту ответственность. Пропаганда, конечно, играет колоссальную роль. Это вообще кровеносная система путинского режима. Ты или выполняешь эти приказания, либо ты там больше не работаешь. Тебя просто система выдавливает. На планерке потом говорил, Крым наш, вот когда уже случилась аннексия, типа круто, ура, я всех поздравляю, потом посмотрел на меня и сказал, а кому не нравится, тот может здесь не работать. Расскажите о себе Меня зовут Фарида Курбангалеева, я журналист. До конца 2014 года я была ведущей программы «Вести» на канале «Россия». Потом три года я работала на радио «Свободная Европа» в Праге. Сейчас я, в общем-то, независимый журналист, печатаюсь в российских оппозиционных медиа. Больше всего я пишу для издания «Репаблик», но и для многих других тоже. Кроме того, я веду свою программу «Точка кипения» на YouTube-канале «Утро февраля». Все о главных событиях этого дня в итоговой информационной программе «Настоящего времени». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Здравствуйте. Вы уехали из России сразу после того, как началась война. Почему и как проходил ваш отъезд? Решение я приняла тяжело. Я в первые дни войны думала, что я никуда не уеду. Я даже помню после того, как я написала такой антивоенный пост, в котором высказалась о российской пропаганде и о своем опыте работы на ВГТРК. Мне стали многие мои знакомые и друзья писать, что теперь для тебя находиться в России небезопасно, давай-ка ты уезжай. Я помню, что я сопротивлялась. Я даже помню свои ощущения. Вот я ложусь спать в какой-то из этих дней и думаю, никуда я не уеду, всех не пересажают. Мне несколько человек буквально за какой-то короткий промежуток времени написали сообщение «Уезжай, очень тебя прошу, уезжай, тебе нужно уехать». Ну и тут как-то я не выдержала. Я не выдержала, а тут как раз еще ходили, начали ходить упорные слухи о том, что со следующего дня или через день границу закроют и никто не сможет уехать. Я думаю, что это намеренно, конечно, делалось для того, чтобы побыстрее выдавить всех несогласных. Потому что, как мы знаем, в принципе, российские власти никого не удерживали. Все, кто хотел уехать, они уехали. И они не препятствовали этому, наоборот, даже способствовали. Я думаю, эти слухи специально нагнетались. И решение, я к ним ушла долго, но принято оно было, окончательное решение было принято в считанные буквально минуты. И глубокой ночью, я уже не помню сейчас, около часу ночи, мы были на границе России и Латвии. Где я увидела человек 50, которые тоже переходили границу пешком, готовились перейти. В основном это были украинцы и иностранцы. Россиян было очень мало. Какое-то время мы там стояли, я не помню, сколько часов я там провела, 5 или 6, и еще нас пропустили без очереди. Потому что я была с ребенком, я очень попросила, чтобы меня пропустили без очереди. Я помню, мужчина украинца, западной Украины, он говорил, что он сейчас поедет через Латвию в Германию к дочери. Он был, конечно, очень добр к нам, и он понимал, что я россиянка. Он помог чемоданы мне дотащить до КПП, значит, через шлагбаум мне их перекатил. Там нас подхватили еще какие-то ребята, которые были на машине. То есть они увидели женщину с ребенком, с чемоданами, и они сказали, садитесь. А там между двумя КПП, вот ты проходишь первый российский шлагбаум, нужно тебе пройти через какое-то время таможню, а потом еще до латвийского вот такого шлагбаума пилить и пилить. Это несколько километров. То есть если ты идешь пешком, ты идешь это время все пешком. И это ночь, холод, я с ребенком, который хочет спать, с чемоданами, там что-то катится, что-то тащится. И вот эти вот ребята очень нас выручили, они нас погрузили к себе в джип. И мы вот эти несколько километров проехали на этом джипе. Как вы считаете, на российских госканалах остаются работать сейчас лишь те, кто поддерживает войну, или есть те, кто против, но им просто нужно платить ипотеку? Нет, в общем-то, с начала вторжения ничего не поменялось. Там как были люди абсолютно убежденные в том, что они делают, и они остаются. Так и были и остаются люди, которые понимают, что эта война никому не нужна, и что Путин преступник. Но они ходят на работу, потому что им нужно зарабатывать, им нужно кормить семью, им нужно платить ипотеку и так далее. Здесь по-прежнему все не так однозначно. Ну, в смысле, для меня это абсолютно однозначная история. Если ты хочешь, чтобы эта война кончилась, и чтобы Путина не было у власти, ты должен уйти со своего рабочего места. Вот ты, конкретно ты, ты должен встать и уйти. Потому что если вот так вот встанут и уйдут 100 человек, то машина пропагандистская не сможет работать вот так вот бесперебойно смазанная вот этим людским ресурсом, как прежде. А если уйдут тысячи человек, то вообще вот эти федеральные каналы испытают коллапс. Но нам сложно это представить, да? Многие уходили по-тихому. И в течение года уходили тоже по-тихому. Тихо, незаметно, никому ничего не говоря. Я этих людей прекрасно понимаю, потому что я, например, тоже в свое время ушла по-тихому. Мне было страшно на самом деле говорить, что я не хочу возвращаться на работу. Или мне было страшно говорить, что я больше не пойду работать в пропаганду, потому что я знаю, что там врут, там говорят неправду, там сеют ненависть, способствует устойчивости путинского режима. Я себя вообще ни в коем случае не ощущала никаким революционером, и мне реально было не по себе. Я вот предпочитала так жить и не отсвечивать до поры до времени, пока уже не началась вот такая вот полномасштабная война. Это продолжалось довольно долго. То есть психология этих людей мне понятна. Поэтому там далеко не одна Марина Овсяникова была, их было гораздо больше. Но еще больше людей по-прежнему там остается. Там остаются и все не так однозначники, и там остаются люди, которые знают, что война – это абсолютно плохо, и что Путин – это преступник, и они продолжают там работать. И я считаю их соучастниками преступления. У меня к ним больше нет. Вот я больше не готова относиться к ним. Ну да, его можно понять, что же ему делать, ну куда ему деваться. Или вот еще есть такая отговорка, которую я очень часто слышала от своих коллег. А я больше ничего не умею. А куда я пойду? Я больше ничего не умею. Я всю жизнь, допустим, там носил кассеты. Или я всю жизнь сидела в кадре и читала суфлёр. Ну а что я буду еще делать? Я не могу поверить, что человек нигде не может себя больше найти. Если, наверное, я так к этому бескомпромиссно отношусь, потому что, ну, я смогла это сделать. Я не хочу себя сейчас хвалить и говорить, что я такая молодец, вот я такая сильная, и я смогла. Но все вот эти вот оправдания и отговорки, они для меня, ну, как-то, я не знаю, мне неинтересно это слушать. Что вы можете сказать о тех, кто сегодня не просто работает на пропаганду, а сам еще больше разжигает огонь войны? Они преступники? Я считаю, что пропагандисты российские несут прямую ответственность за то, что эта война готовилась, а она готовилась на протяжении долгого времени. И я тоже с себя не снимаю этой ответственности. Когда я работала на российском канале, я тоже несла эту ответственность. и в подготовке этой войны, и в разжигании этой войны, и в продолжении этой войны. Они непосредственные соучастники этого преступления. Кто-то прямой соучастник, кто-то опосредованный. Тот, кто работает лицом, работает, допустим, шеф-редактором каких-то программ, редактором каких-то программ. Я считаю их соучастниками этого преступления. Люди, которые носят кофе, кассеты, как они говорят, ну я же всего лишь какой-то технический винтик, шпунтик и так далее. Они помощники этих соучастников. Для меня только так. Здравствуйте, на телеканале «Россия-Вести» с вами Фарида Курбангалеева. И вот главные новости к этому часу. Только ли пропаганда способствовала тому, что в России так много людей поддержали войну? Или есть и другие причины? Пропаганда, конечно, играет колоссальную роль. Это вообще кровеносная система путинского режима. И если бы, допустим, не было пропаганды, вот взять и отрубить ее одномоментно. И вместо этого по телевизору показывать что-то такое красивое, доброе, вечное. То мы увидим, как будет меняться людское сознание в России. Это будет происходить прямо на наших глазах. Поэтому пропаганде здесь принадлежит главенствующая роль. И пока режим стоит на своих ногах, он, конечно, пропаганду никому не отдаст. Она для него очень важна. Это просто вот, как вот есть, я не знаю, там, градообразующие предприятия. А это государствообразующая вот такая тоже структура. Ведь когда Путин пришел к власти, когда Ельцин назначил его своим преемником, в обществе был запрос на такого Путина. Вот в этом российском обществе, которое пережило тяжелые 90-е годы, вот эту всю разруху, экономические неурядицы, бедность страшную, был запрос на порядок. Людям хотелось сильной руки, которая вот сейчас наведет порядок. Было огромное количество россиян обиженных, скажем так, которые еще вот ностальгировали по совку, и которым казалось вот там-то, ну хотя бы более-менее, как-то все было стабильно и предсказуемо, а сейчас мы вообще непонятно, куда идем. И вот, конечно, приход вот такого Путина, он был очень ко двору. Вот для такой массы, довольно большой массы людей в России. Поэтому нельзя сказать, что вот один Путин такой пришел, чекист, и он всех переделал. И вот из-за него страна пошла не туда. Был запрос на него. Людям хотелось вот такого Путина видеть у власти. Поэтому сначала они получили вот такого Путина, а потом Путин уже начал с ними делать все, что он хочет, с помощью пропаганды. Он подчинил себе телевидение, он расправился с Березовским и Ко и забрал у них ОРТ, впоследствии Первый канал, разгромил НТВ, разгромил вообще независимое телевидение в России, потому что телевизор в каждом доме стоит, вещает. Это мощнейший инструмент воздействия на сознание людей. Он понял, что он должен владеть этим инструментом единолично и безоговорочно. И он подчинил его себе. И все. Но почва была подготовлена, конечно. Это не... Она готовила... Я вот... Когда говорят, вот путинское правление, там, допустим, 25 лет, и все эти годы пропаганда работала, работала, значит, со знанием людей. Но мы должны понимать, что, в принципе, в течение всего советского периода тоже... Это тоже была колоссальная подготовка. Это был целый век. Это было столетие. Это не 20, не 30 лет. Это 100 лет, когда людям внушалось, что они особый народ, с особой миссией, которой нет больше ни у кого на земле. Что они там богоизбранные. Ну, такое слово не употреблялось в советское время, но смысл был такой. Это же принцип тоталитарной секты, по которому существует тоталитарная секта. У тоталитарной секты... А советское общество абсолютно жило по принципу тоталитарной секты, и сейчас российское общество во многом по такому же принципу живет, если не на 100%. Тоталитарной секте всегда нужны враги. Это должны быть внешние враги, такие как коллективный Запад в главе с Америкой, естественно, и внутренние враги, которые постоянно меняются. А может, и не меняются, и вместе существуют, там одновременно. И это, конечно же, интеллигенция на протяжении всего советского периода, и сейчас тоже. Главные, значит, там эти антивоенные разжигатели. Это ЛГБТ, это могли быть в какое-то время евреи, еще кто-то, еще кто-то. И вот это постоянно вот варится. Понимаете, внешние враги, внутренние враги, без них не может жить тоталитарная секта. И это ведь не при Путине началось. Это было на протяжении всего советского периода. Поэтому, вот чем страшна эта ситуация? У человечества есть опыт вывода людей из такого состояния, общества из такого состояния. На примере вот нацистской Германии, да, сколько лет они жили вот в таком состоянии тоталитарной секты. Я сейчас вот затрудняюсь ответить точно. Ну, с того момента, когда Гитлер пришел к власти, там, начало 30-х годов, и там по 45-й год, да, условно. Вот в течение вот такого относительно небольшого по меркам истории периода. И то, и то в 50-е, 60-е годы, сколько еще было немцев в Германии, которые оставались абсолютно убежденными нацистами и считали, что все было правильно. Но у человечества нет опыта, вывода большого человеческого общества, которое находилось в этом состоянии и продолжает находиться, кстати, на протяжении века и больше. И вот чем это закончится и как это закончится, пока непонятно. Могут ли журналисты поспорить с начальством на государственном телевидении, отстоять свою точку зрения, мнение, как бывает в творческом коллективе? Творческий коллектив? Нет, творчество может быть в каких-то других редакциях, я не знаю. Может быть, в редакции документального кино, что навряд ли, кстати, или производство детских программ. Может быть, там и есть какое-то творчество, но это точно не в информационном вещании. Там нет и не может быть никакого творчества. Ты можешь себе творчество допускать в своем тексте, когда, например, ты будешь обсирать Зеленского и упражняться в том, какими бы еще словами и эпитетами его наградить. Вот тут вот ты можешь проявить творчество, и тебя все похвалят и скажут, классно ты там его приложил. Но в том, что касается указаний сверху по тому, как должны освещаться те или иные события, какая терминология должна употребляться, никакого творчества быть не может абсолютно. Ты или выполняешь эти приказания, либо ты там больше не работаешь, тебя просто система выдавливает. Вот я, кстати, чувствовала это ощущение, как меня выдавливает эта система еще до того, как я перестала там работать. Это вот как раз был 14-й год, когда уже прошел Майдан, когда Россия вторглась со словами «Нас там нет на восток Украины». Она там, безусловно, была, и я знала это от наших военкоров, которые работали там на местах от того же Евгения Поддубного или от других ребят, которые тоже приезжали оттуда и говорили, да блин, они там есть, конечно. Я просто понимала, что меня отсюда никто не гонит. И я, в общем-то, на хорошем счету. Я хороший, крепкий ведущий, который вот, если нужно, в экстренной ситуации точно не завалит эфир. И без суфлера все расскажет и покажет, и все как надо, все преподаст. Коллеги ко мне хорошо относятся, и никто меня оттуда не выгонял. И, в общем-то, и руководство ко мне нормально относилось, даже несмотря на все мои терки, скажем так, с тем же Ревенко. Я вот рассказывала о том, что когда случился Майдан, он меня заставлял писать в подводке менять слово протестующие на фразу «духовные наследники» Степана Бандеры. И я помню, что, ну, я, естественно, как-то сопротивлялась и говорила, что я не хочу употреблять такое выражение. И он мне говорил, пиши, немедленно ты будешь, исправляй свою фразу. И я помню, что между нами возникло такое напряжение, и он, видимо, считал такую мою нелояльность, потому что он даже на планерке потом говорил, «Крым наш», вот когда уже случилась аннексия, типа, круто, ура, я всех поздравляю, потом посмотрел на меня и сказал, а кому не нравится, тот может здесь не работать. И это было, вот я понимала, кому это было адресовано. Но он меня не выгонял, и он мне ничего, он мне не говорил, там, пиши заявление об увольнении, уходи, там, ты... Хотя он, видимо, интуитивно как-то чувствовал, что от меня вот исходит какой-то неправильный вайб, не тот, который нет у меня, восторга по этому поводу. И вот это вот ощущение, что система тебя выдавливает из себя, она просто исторгает тебя, как инородное тело, ты там чужой. Вот ты делаешь это все через силу, вот ты это пишешь, выходишь в эфир, и такой-то ты известный, такой-то ты популярный, и там народ тебя на улице узнает, и твои земляки, допустим, те же самые татарстанцы, казанцы, гордятся тобой, постоянно говорят, это наша, наша девочка, вот наша Фарида. А приятно, черт возьми, приглашают тебя все время на какие-то мероприятия, и президент тебе руку жмет, Татарстана, и так далее, и чиновники там тоже все тебе улыбаются. Но ты понимаешь, что это вот история абсолютно на ближайшую только перспективу. Ну не сможешь ты там долго, либо ты должен мимикрировать, предать себя, и слиться, вот с этой системой, что невыносимо абсолютно, либо ты просто, ты окажешься на улице. И вот в этот момент начинается, конечно, вот в этот момент очень страшно, я помню, то есть ты начинаешь думать, ты начинаешь думать, а что я буду делать, я больше ничего не умею. Вот эта фраза абсолютно всех посещает, а я же больше ничего не умею, вот что я буду делать, вот я умею там в кадре сидеть красиво с прической, с макияжем, и читать это все, а где я буду, а меня-то на работу больше никто не возьмет, а куда я пойду, я что пойду, корреспондентом, репортером обычно, пойдешь, пойдешь и будешь писать, и работать будешь, и удовольствие будешь получать, потому что себя не предал. Топ-менеджмент ездит в Кремль, и он там получает методички, но это не какие-то книжки или бумажки, ничего, естественно, в письменном виде никому ничего не раздается, просто даются в устном виде указания, например, давайте мы с сегодняшнего дня будем называть украинской власти хунтой. Вот это вот слово должно у нас звучать, мы должны постоянно подчеркивать, что это некое незаконное, незаконное, значит, там, военизированная группировка, которая захватила власть в этой стране. И вот там начинается хунта, 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 хунта. На самом деле, об этом много же рассказывали, это абсолютно нормальная история, ну, как нормальная, для них нормальная история. Я не помню, там, в какой-то день, то ли по четвергам, то ли по пятницам, Добродеев, или, может быть, какие-то его заместители тоже, ездят на планерке в Кремль, где они получают все эти установки. И потом это спускается вниз, вот по этой вертикали. Если вы знаете, то федеральные каналы, вот ВГТРК в частности, это такая полуармейская структура с очень жесткой внутри дисциплиной, со своей тоже вертикалью власти, с четкой, очень жесткой иерархией, где никто ни с кем не спорит, не приняты никакие дискуссии, начальник сказал надо, и, в общем, от самого вот этого топ-менеджмента вниз, это все спускается вот по этой вертикали вниз, до непосредственно ведущих, которые уже сидят в кадре, и, значит, своим ртом все это озвучивают. Как надолго эта война? О, это ужасный вопрос. Я вообще, когда уезжала, честно скажу, я была в абсолютной такой какой-то, с одной стороны, было ощущение катастрофы, с другой стороны, было какое-то ощущение совершенно необъяснимой, непонятной эйфории. Мне казалось, что все это очень быстро закончится, что сейчас Украина победит, режим путинский падет. Я верила вот в табакерку, и в шарфик, и вот во все это, и мне казалось, что эта история на какой-то короткий промежуток времени. Я даже с собой вещей особо много не брала, потому что я думала, я скоро вернусь. И вот это осознание, что я вернусь еще очень не скоро, оно начало настигать меня относительно недавно. И надо сказать, что это довольно болезненный процесс. Может быть, до конца я еще до сих пор эту мысль не приняла и не смирилась с ней. Ну, конечно, я понимаю, что я была абсолютно безумна в тот момент, слишком эмоциональна, не оценивала трезвою ситуацию. Мое мнение было ошибочным. Конечно, я не знаю, как скоро закончится война. Я хочу, чтобы это произошло как можно скорее. Чего боитесь больше всего? Что я не дождусь того, что я увижу своими глазами, как будет повержен этот человек, хотя человеком мне его назвать сложно. И все, кто ему помогал и соучаствовал в этом преступлении. Я хочу дожить до этого, дождаться и увидеть это. Я хочу, конечно, дожить до того времени, когда я смогу увидеть другую Россию. С Украиной все будет в порядке. Я думаю, что у нее будет прекрасное будущее. Насчет России я не могу быть настолько уверенной и настолько оптимистичной. Но я боюсь этого не увидеть. Я очень хочу увидеть другую страну. Конечно, в идеале я бы хотела помочь строить эту другую страну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова